Всем здравствуйте! Имя Александра Панайотова не раз фигурировало в числе кандидатов на право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе. Но каждый раз он оставался за бортом Евровидения. И вот, наконец, дождался своего звездного часа. На песенном конкурсе Евровидения, который пройдет в мае в Роттердаме, Россию представит 35-летний певец Александр Панайотов. Правда, распространившаяся в сети информация о песне, якобы специально написанной для артиста Михаилом Гуцериевым и другими соавторами, не соответствует действительности. Известно, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер-артиста Григорий Лепс, которого Панайотов даже называет своим музыкальным отцом. Рассматривалось несколько композиций, присланных разными авторами, среди которых и была выбрана достойная. Впервые информация о том, что от России поедет именно Александр, прозвучало из уст Игоря Крутого, который заявил, что решение принято на 90%. Но оказалось, что композитор попал в неловкую ситуацию и всего лишь высказал предположения. Следом появился так называемый шорт-лист с несколькими кандидатами, которых якобы рассматривает Первый канал. В нем была и Бузова, и Зиверт, и даже Димаш. Но большинство вышеперечисленных артистов даже и не подозревали о своем попадании в этот список. Покорить Евровидение Панайотов мечтал аж с 2005 года. Тогда он впервые участвовал в отборе на конкурс. Но все время что-то не складывалось. В 2008 году Александра в национальном отборе на несколько баллов обошел Диму Билан, который в итоге стал победителем конкурса. В 2017-м снова пробовал свои силы. Но тогда в Киев определили Юлию Самойлову, которая доехала до Евровидения только через год. Сразу после окончания прошлого песенного состязания Панайотов заявил в социальных сетях о своих намерениях побороться за участие в нынешнем. Музыкант родился в Запорожье, не раз принимал участие в российских музыкальных проектах. В 2003 году занял почетное второе место в народном артисте на канале «Россия». В 2016-м дошел до финала шоу «Голос на первом», после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса. Тот активно поддержал намерение певца участвовать. «Желание огромное. Он будет очень достойный участник. Высокий, красивый, поющий. Что еще надо?» комментировал Лепс кандидатуру Александра. Еще не все страны-участницы песенного соревнования определились со своими представителями, но должны это сделать до 9 марта. Однако уже появились первые фавориты Евровидения 2020. Одними из них стали итальянец Диодата с песней «Наружь тишину» и литовский артист Заруб. Недавно со своим конкурсантом определилась и Украина. После двух отборочных туров победу там одержала группа «Гоу» из песни «Соловей». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.